В этом видео я расскажу тебе, как можно сэкономить 45% с любой покупки на шеин, например, эта кофта может выйти в 149 рублей вместо 270, а эта кофта в 336 рублей вместо 610. Смотри дальше, если интересно. Ребята, всем привет, я Ксюша, спасибо, что вы меня смотрите. Прежде чем начать ролик, хочу поблагодарить всех, кто на меня подписывается, в особенности моих комментаторов, которые напишут подобные приятные слова. Благодаря вам у меня появляется хорошее настроение и появляется мотивация снимать больше роликов. Спасибо, что на меня подписываетесь, потому что без вас я буквально никто, без вас бы у меня не существовало. На этой неделе я планирую выложить еще как минимум 3 распаковки с шеин, а еще я хочу выложить видео, где я на 5000 собираю неограниченное количество образов. Так что если вы хотите, чтобы я это сделала, прям реально, если поставите 10 тысяч лайков, я буквально через 3 дня выкладываю видео, где я делаю эту подборку. В этом году я решила задуматься про весенний гардероб заранее, чтобы было время создать базу и найти какие-то яркие акцентные детали. Один из любимых магазинов для таких покупок это шеин. Там есть стильные вещи, обувь, аксессуары по выгодным ценам. А чтобы сэкономить, я возвращаю кэшбэк от Letyshops. Расскажу детальнее. Сейчас действует горящий кэшбэк в шеин, увеличенный в 4 раза до 20%. Работает это просто. Если бы с обычным кэшбэком вы бы вернули 250 рублей, то с горящим получите 1000. В видео покажу, сколько кэшбэка вернулось за каждый товар с этой покупки. Получить повышение просто. Нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение, перейти в шеин и оформить покупку. Кэшбэк вернется на баланс, а вы сможете вывести средства на карту или мобильный счет. Эти же деньги можно потратить на новые туфли или сумочку. Только обратите внимание, что повышение доступно только по ссылке в описании. Регистрируйтесь или скачивайте приложение Letyshops по ссылке в описании и экономьте ваши же деньги. Пришел мне вот такой вот пакет. Что-то здесь вещи, что-то украшения. Мы сейчас проверим и решим. Я вам сейчас все покажу, конечно же. Первое, что я заметила, это венок на голову. Честно, посмотрела в Пинтересте всякие красивые картиночки и захотелось чего-то зеленого к себе в квартиру. У меня, как вы видите, знаете, все темненькое такое. А мне захотелось чего-то лесного, легкого, вот такого вот. Поэтому, зная, что эльфийская тематика сейчас уже не в теме, но все равно, посмотрите, как мило. Мне кажется, моему типу внешности такое очень подходит. Да вообще, мне кажется, любому типу внешности подойдет такая милота. Все хорошо проделано. Я вам тут приближу. Посмотрите на эти цветочки на самом деле. Ну нет, я бы не подумала, что это все настоящее, но все-таки. Это, видимо, проволока, которая обернута какой-то зеленой бумагой, а вот эти цветочки здесь прикреплены ленточкой. Единственный минус здесь, что если это хорошенько потрясти, то с нее падает какая-то белая хрень, похожая на снег или больше на перыхать. А я советую перед употреблением, хотела сказать, перед тем, как надевать это себе на голову, хорошенько потрясти или даже помыть. Хотя, если помыть, видимо, это вот этих вот зеленых светлых листьев падает. Блин, я вам прям вот сейчас покажу на черном. Да. Регулируется все это ленточками. По две с каждой стороны. Лайк ставлю. Дальше возьмем, давайте, розовую кофту. Кто-то подумает, господи, ты реально заказала какую-то розовую Фукси кофту? Это что? Ненормальная, честно. Я думала, она будет немного другого цвета. У меня есть вот такая вот замечательная кофточка от Nike. К сожалению, ее сейчас нет в наличии. Заказывала я ее на Asos. И у меня даже есть распаковка какая-то. Вот я ее тут прикреплю. Но, к сожалению, она такого более яркая-яркая. Но ничего, мне все равно нравится. Несет немного красок в мою жизнь. Такая оголенная спина. Вот эти вот удобные штучки, чтобы вешать на вешалку и чтобы она не мялась. Но мы все знаем, господи, что я это все вот так вот положу и кину. Удобно все это носится на какую-то летнюю пару. Если опять будет жара, как в прошлом году, 2021, то это треш. Такие маечки только и надо будет покупать. В Шейн такая ткань очень распространена. И меня она полностью устраивает. Материал классный. Нигде не вылезает никаких ниток вроде бы. Я вообще не ношу лифчики, потому что у меня минус первый размер. И такие маечки меня всегда спасают. Меня многие просили заказать жилетки. Возможно, если вы посмотрите на эту жилетку, кто-нибудь скажет, что у меня нет вкуса. Но знаете что? Мне она нравится. Не знаю, правда, в чем именно он странный. Но все-таки вот такая милая жилетка. Я очень-очень редко ношу какие-либо жилетки. Потому что я думаю, что они мне не идут. Но под рубашки их носить очень удобно. Потому что рубашки, блин, их надо гладить. Я не люблю гладить. Кто вообще любит гладить? Поэтому я надеваю обычно под какую-нибудь белую кофту. Ну, в этом случае. Ну да, наверное, под белую кофту. Ничего, что здесь молочная. Кто заказывал жилетки с шейн, то знают, что у них в основном такая ткань не очень плотная. Но это не мешает им быть красивыми. Она не будет держаться. Она, знаете, не такая прям, которая держит форму. Не очень объемная. Надеюсь, что она на мне сидит неплохо. Где-то здесь вы увидите. Сейчас я просуну руку, посмотрю, насколько там плотная. Ну, в принципе, вот смотрите. Давайте яркую. Яркое что-нибудь туда. Смотрите, она даже, в принципе, закрывает нормально. Оранжевый. Принут на жилетке тоже очень круто сделан. Я вот говорю, прошит-прошит. Связан. Даже очень круто сделано. Мне кажется, что где рисунок, чуть плотнее даже пряжа сделана. Милое сердечко. Там огромное количество жилеток, но только эта жилетка привлекла мною внимание. Смотрим дальше. Заказала я сережки. Но это не обычные черные бабочки? Нет. Они такие полупрозрачные. И я редко очень нашу сережки, но мне кажется, эти прям мне подойдут. Типа как будто... Нет, это не колготки. Это как будто москитная черная сетка. Иногда в Шейн бывают какие-то дурацкие застежки. Здесь хорошие. Легко засовываются в ухо. Там просто бывают прям огроменные. Если вот я человек, который редко очень носит сережки периодически, ну то есть у меня вообще тут ничего не стоит, никаких боздиков, ничего, чтобы не зарастало, то бывает иногда сложно вставить. Но это нару. Сережкам ставлю однозначно лайк. Если сделать какую-нибудь красивую фотографию, вообще будет круто. Но, блин, когда я выкладываю фотографии, от меня отписываются. Потом идет что-то белое. А, я знаю, что это. Это белая красивая майка. Она велюровая, если не ошибаюсь. Да. Вау, посмотрите, какая красивая. Боже мой, это вау. Ну, блин, если честно, мне вот эти оборки не очень нравятся. Они какие-то странные. Но материал, посмотрите, как круто сделано. Мне еще нравится форма майки. Она такая немножечко заостренная. И... Офигенно. Я надеюсь, что она мне будет смотреться круто. Немножечко вылезают нитки какие-то. Ну, ничего, это мы забудем. Сами лямки, они фактически не тянутся. Тоже какие-то мягкие. Если что, чашечек здесь, естественно, нету. Ну, ничего. Ну, в плане под грудь, как вы видите, есть какие-то вырисовочки. Но если у вас какая-то большая грудь, то, конечно же, лучше надеть лифчик. Материал, конечно, приятный. Но не знаю, стоит ли надевать такое в жару. Здесь плюш, а здесь уже нет. Вы знаете, великолепная маечка мне прямо зашла. Что-то теплое. Ура, Ксюша, спасибо, что заказала хоть что-то теплое. Раздел Daisy. По идее, Daisy это более качественная одежда. Поэтому надеемся на лучшее. Вау, какая мягкая. О, боже мой, это что? Вау, это что? Такая красота. Вау, это тоже плюш. Я думала, если честно, она будет немножко поплотнее. Но все-таки, посмотрите. Я один раз такую кофту в спортмастере купила. Она была достаточно теплой, но она была для детей. Посмотрите, как круто прошиты вишенки. Это такая реальная кофта Pinterest Girl. Надеюсь, что в рукавах она мне не будет маленькой. И надеюсь, что рукава будет достаточно длинной. Но я бы предпочла еще более широкие рукава, потому что я люблю, когда сидит оверсайз. Сразу чувствуется такая свобода какая-то и комфорт. Но ничего, девчонки. В этой кофте реально я буду самая крутая. Все, завтра делаю фотку в Инстаграм, у меня будет там миллион лайков, потому что эта кофта не напоминает какие-то такие сериалы по типу... Нет, не эйфория, а какие-то американские вот эти вот школьные. Не знаю, скатается или не скатается, но сейчас проверим. Знаете, как проверять, катается вещь или не катается. Вы чем-то, да, вот заходите. Когда на любую вот так вот вещь делаете, катаете, и, да, появляются какие-то катушки... А, ну, нет, это не катушки. Хотя, да, это катушки появляются. Ну, ладно, ничего. Ну, ладно, особо прям таких каких-то не появляется, появляются просто такие скомканности. Но это настолько нежность, это такая какая-то маршмеллоу белая. Это, не знаю, только какое-то мороженое с ванилью. Вот, если вот представить себя, вынушить, реально пахнет мороженым с ванилью. Господи, что я несу. Надеюсь, она будет на мне сидеть точно так же, как я о ней сейчас говорю. Угу, это что, Ксюша, ты что, заказала себе чулки? Чулки на зиму? Ну, да, то, что нужно. Чулки. Угу. Угу. А, да, это чулки. Это чулки. Здесь у нас обычный белый капрон, а сверху такие резиночки с первоклассницы своровали и прилепили. Ладно, ничего, заказала их, чтобы собирать себе с ванной кофты. Вот сейчас, где? Где, 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 где? Надел эту майку, вот эти вот чулочки и пошел в школу эйфории. У меня много белых вещей, поэтому узнаю, куда надеть. Ребят, кому нужно скриншотить, я знаю, что кому-то нужно. Вот подумаешь, блин, я хочу разнообразить свой гардероб, я хочу разнообразить свой стиль. Куплю-ка я чулки какие-нибудь, не знаю, рукавички в сетку и буду самое модное. Кстати, про сетку. Что-то в сетку. Я не удивлюсь, если это чулки. Ну да. Что же это может быть еще? Вот такая у нас сетка. Вы тут не видите, но я прикреплю. Короче, это чулки в сетку с сердечками. Вау, какая милота. Сердечки с крестами. Блин, ну это реально круто, нет? Опять с первоклассницы своровали. Это стиль хафмонита какая-то. Меня не устраивает. Какие крутые. Я, походу, вообще богиня чулок. Платье. Мне казалось, что на сайте у него немного другой принт. О, качество прям очень хорошее. Это такое весеннее красивое платье. Мне, когда я ездила в Турцию, в подобное платье столько сделали комплиментов турке, что вообще так все, девчонки, берем на заметку и едем в Анталию. Этим ничего не регулируется. Это просто завязать бантик или спрятать. Короткие рукава. Это регулируется? Это тоже не регулируется. Это сделать бантики. Очень красивое длинное платье с небольшим вырезом. Это похоже на гербарий или как это называется? Мимозу. На мимозу. Моя мама очень любит эти цветы. Нужная информация, да? Там, если не ошибаюсь, на сайте много расцветок каких-то для удобства. Есть застежка. Она работает примерно до талии. Я думаю, что она мне смотрится круто. Если что, все параметры моего тела, рост, вес и длина ноги, ой, размера ноги есть в описании в инфобоксе. Но, как мне кажется, платье очень нежное, подойдет для какого-нибудь такого романтического образа. Не зря я это платье купила, вы еще не раз в нем меня увидите. Здесь, естественно, оно на резиночках, чтобы не спадало. Надеюсь, с моим минус первым размером все будет хорошо. Потому что показывать нечего, как бы еще слетит, потому что я мальчик. Заколочки. Я помню, что я была как-то в Геленджике и купила прям огромное количество таких заколок за копейки. Я не помню, рублей за 50 штук. 12. Вроде как-то так. Ой, какая я милая, капец. Здесь 5 цветов. Оранжевый, розовый, желтый, зеленый, синий. И, не знаю, мода на это прошла или нет, но... Смотрите, как мило выглядит. Я такая сегодня. Pinterest. Cute girl. Вроде как ничего не осыпается. Пахнет почему-то клеем-пистолетом. Понятно, как вы сделаны. Ай, не дайте я вас распакую, милашки. Господи, боже мой. Это реально то, чего мне не хватало в моей жизни. Кто не знает, у меня есть две собачки-чихуахуашки. Одну Лаки зовут, другую Хэппи. С Хэппи я живу в Москве, Лаки с мамой живет. Ну, это на мою собаку Хэппи похоже. Прямо одно лицо просто, да. Какие же удобные, кстати, застежки, как на тех. Знали бы вы, чего мне это стоило. Мне кажется, сейчас за двух пойду. Вот так. В любом случае, это было не зря. Что-то тоже из украшений. Interesting. Неужели это оно? Стоп. Это что? Какое-то сердечко, которое у меня не получается расстегнуть. Тоже сережка, видимо. Типа просто сережка-сердечко. Просто одна сердечко-сережка. Видимо, сережка одна. Но не буду уже эту краску снимать ради этого. Мне пришла одна. Я вроде помню, что там было две. Ого, украшения. Это уже интересней. Вау, посмотрите, какое классное украшение. Здесь первая цепочка у нас идет, кстати, классная, с черным сердечком. Вторая цепочка идет, я думала, с оружием каким-то. Но нет, это какая-то звезда. И здесь типа алмазы. Ой, да, алмазы. И обычная цепочка без какой-либо подвески. Ну, смотрите, как элегантно будет смотреться. На самом деле, мне немногие цепочки на шейн давится. Это единственное, на которое я правда обратила внимание. Вот здесь сразу три цепочки. То есть по отдельности вы не наденете их. Это достаточно удобно, потому что очень часто, лично у меня, за других говорить не буду, у меня теряются ожерелья, украшения. Просто я бы на самом деле забыла даже не в каком порядке, а просто такие украшения вместе сочетать. И последняя теплая кофта. Прям она такая теплая-теплая. И, кстати, стоила не дешево. Да изи. Люкс. Ого, какая она шерстяная и какая плотная. Это как будто Zara, честно скажу. Я недавно была в Zara. Посмотрите, какого она хорошего качества. Я вам тут приближу. Прям люкс-люкс. Мне так нравится это большое горло. Вроде бы на модели она расстегнута, но я смотрела именно, чтобы хорошо смотрелась застегнутой. И хотела что-то такое вязанное. И я получила. Я заказала вроде бы очень большой размер. И, видимо, мне не стоило этого делать. Посмотрите, какие крутые рукава. Я, конечно, люблю более какие-то широкие, но все же. За счет того, что я заказала большой размер, я думаю, будет смотреться как оверсайз. Но я, опять же, предполагаю, что это и есть оверсайз. Если взять S, она будет тоже неплохо на мне смотрелась. Давайте проверим замок, потому что замочки обычно это беда-проблема. Хороший, прям очень хороший замок. Он такой, как жемчужный. Прозрачно-белый. Но сам замочек не смеется, конечно. Я думаю, с него сойдет краска, и он будет железненьким. Она очень длинная, как будто это платье. Снизу, кстати, она не зауженная. Это тоже меня привлекает. Я молюсь, чтобы это на мне хорошо смотрелось. Просто молюсь. Я очень сильно надеюсь, что это горло тоже мне подойдет. И знаете, это можно будет использовать, если вы заходите куда-то, и у вас нет маски, просто взять и натянуть. Если это, конечно, законам не запрещено. Очень широкая. Посмотрите просто. Шевину плеч. Но это так и сделано, что рукава чуть ниже, типа. И тут еще снизу вырезы. Кто не любит вырезы, пожалуйста, обратите на это внимание. Но мне как-то, честно, не принципиально. Многие еще меня спрашивают, как я заказываю через SDEC. Я вам тут прикреплю мою последовательность действий. Когда я набрала корзину, я захожу во вкладку «Оплатить». И на самом верху можно выбрать «Получить посылку почтой» или на пункте самовывоза. Можно вроде бы использовать что-то помимо SDEC. Можно пост-5, можно постамат, можно еще какие-то там есть службы доставки. Пониэкспресс, не знаю, можно или нет, но я вам не очень советую Пониэкспресс. Выбирайте, потом применяйте, конечно же, купончики. Если вы набрали его, как я, допустим, на 6 тысяч рублей, то вам нереальный купон на 25% будет с 3 тысяч или с 2 тысяч вроде на 20% и так далее. Короче, обязательно смотрите, применяйте эти купоны, потому что именно так у меня удавается скидка помимо Letyshops. Letyshops, кстати, реально крутая тема. Обязательно заходите, потому что по моей ссылке 20%! Это офигеть! Это просто офигеть! Всех очень серьезно люблю. Ставьте здесь тысячу лайков, и я выкладываю крутой видосик. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok